Продолжение следует... Ну или, если быть более точным, обработка текста и командной сценарии. Тут сразу возникает вопрос, где у нас разработка программного обеспечения, а где у нас программирование, простите, на шеле, что между ними вообще в общем. Ну, ответ очень простой. Все, что мы писали в мейк-файлах, вообще все, что мы писали в мейк-файлах, интерпретируется именно шеллами, только им. Понятное дело, что в мейк-файлах могут лежать очень простые команды для запуска. Настолько простые, что они будут работать даже не под операционными системами, в которых есть шелл. Ну, то есть запуск компилятора или какое-нибудь перенаправление вывода, оно работает во всех операционных системах. Но в действительности вы можете увидеть, что очень часто при сборке проектов, особенно проектов не гигантских, а таких вот, что ли, которыми занимается сообщество, очень часто, помимо, собственно, самой процедуры сборки, системы сборки, которую вы используете, в них используются какие-то программы, какие-то сценарии на каком-то языке опрограммирования, которые реализуют дополнительную логику, невозможную, невыполнимую в виде одной команды в мейк-файле. И с очень большой вероятностью, если эта разработка подлинных, эти сценарии будут на шеле. А когда-то, кстати, они были, в общем, часто очень на перле, но перл как-то стремительно потерял популярность по совершенно непонятной причине. Так что вот на шеле такие вещи пишутся. Поэтому мы потратим одну лекцию на то, чтобы немножко въехать в программирование именно на шеле, хотя общая установка должна быть немножко не такая, просто нам времени не хватит. Мы напоминаем, что у нас вообще наши встречи проходят под лозунгом «Впихнуть невпихуемое». Так вот, значит, вообще-то общая установка не совсем такая. Вот в 2020, что ли, году я для совершенно другого курса, который назывался «Парадигмы программирования», прочитал, и есть видео, соответственно, еще у нас на сайте, я прочитал экс, которое называлось «Скриптовый язык и обработка текстов», и там как раз был подведен база под фразу. Идея состояла в том, что скриптовые языки, языки-склейки и командные сценарии – это, в общем, довольно естественно произрастающие из реальной задачи того же разработчика, такие языки, такие концепции, которые сводятся к простому утверждению. Мы, когда что-то делаем в командной строке, используем какие-то команды. Эти команды, если мы часто работаем из командной строки, запускаем компилятор, редактируем, что-то преобразовываем, компоновщик, ну вот это вот все, они становятся нам понятны и привычны. И было бы удобно иметь такой язык программирования, который позволял бы из таких команд составить сценарий, чтобы не писать 10 раз одно и то же. Это все еще умеет Мэйк. Мы в Мэйке можем взять и несколько команд последовательно изложиваться. Но было бы неплохо также, чтобы этот язык был актуальным алгоритмически полуком. Там были циклы, переменные, вот это вот все. Кроме того, поскольку это язык, рассчитанный на запуск других утилит, и работа с их утилит вводом-выводом, было бы очень хорошо, чтобы в этом языке была удобно реализована суперпозиция команд, подстановка результатов одной команды в входные параметры другой. Ну, чтобы не надо было писать целую там, несколько строчек на каком-то языке программирования, подготовить окружение процесса, запустить процесс, посмотреть результат, преобразовать результат, передать результат на вход другому. Ну, вот это вот все должно быть очень быстро. Кроме того, язык склейки или язык сценариев обычно отвечает такому паттерному поведению админское программирование. Типа, напиши и выбрай. То есть, чем меньше ты написал строчек, тем проще это монтейнить. Там 3, 5, 10 строчек, понятно, безо всяких комментариев, потому что и так понятно, что у них написано. А больше не надо. Когда основной наша задача – это разработка, то какие-то промежуточные преобразования из одного формата в другой или что-то такое, как правило, требуют очень небольших усилий. Вот на этом самом языке. Значит, что такое язык программирования Shell? Тут я, как это, поддамся приступу этого мани величия и скажу, что можно почитать главу из учебника, который мы с Кириллом Маслинским написали в далеком 2004 году, где русским языком написано немножко про Shell, про все, что он умеет. Следуя традиции, не впихивать совсем уж не впихуемое в одну лекцию, скажу опять же коротко, а упомяну только какие-то важные вещи, которые мы с вами так или иначе окажутся в домашнем задании. Вообще они, именно с точки зрения разработчика приложений для Linux, а не с точки зрения программисты на Shell, бывает, не знаю. Значит, у Shell три ипостаси. Shell – это интерпретатор командной строки, то есть то место, где вы вводите команды и вы вводите какие-то результаты. А, я думаю, что от меня сейчас потребует ключ. Вот то, с чем мы сейчас работаем и с чем мы работали до этого все это время, это как раз и есть Shell и его команда. Вот, интерпретатор командной строки. Вот он интерпретирует то, что мы ему командуем. Да, при этом там есть много всяких функций, которые мы точно в этой лекции не обсуждаем. Всякие достраивания, алиасы. Короче, удобное окружение для того, чтобы интерпретатор командной строки интерпретировал. Вот. Вторая ипостась Shell – это язык программирования высокого уровня, вообще произвольный. На нем можно писать программы. Другое дело, что программы на Shell в общем-то слишком большие писать не принято в силу вот этих причин. Но тем не менее, он должен быть языком программирования высокого уровня, причем реально высокого, потому что объекты, с которыми вы вообще-то манипулируете обычно, это даже не числа, не строки, а файлы. Файлы с их содержим. Вот. И третья вещь, и она имеет прямое отношение уже к нашему сегодняшнему разговору, поскольку всевозможные взаимодействия между компонентами, вот такими пользовательскими компонентами того же Linux происходит в текстовом виде, как правило, вся работа на Shell крутится вокруг обработки текста, текста, файлов и процесса. Вот. Домашнее задание будет на обработку текста, кстати. Что касается переменных, то в Shell все очень просто с переменными. Кстати, операция присваивания в Shell не должна разделяться пробелами, так получилось. Все переменные в Shell текстовые, любые. Даже операция, которая вычисляет арифметику, она все равно работает, сначала преобразует из текста в число, потом из числа в текст обратно. Для простоты это такое легоси из файлов, сильно прошлого тишелетия. Для простоты подстановка значения обозначается специальной операцией разименования, в Shell это доллар. И эта подстановка может быть с некоторыми модификаторами. Допустим, вот такая часть отрезает от начала самую длинную последовательность, которая завершается слэшом. При этом звездочка, это не как в регулярных выражениях звездочка, которая повторитель, а звездочка самостоятельная символа, означающая ноль и более символов. В этом случае, например, мы ничего не отрезали, потому что надо было отрезать что-то, что начинается на слэш, а в начале такого нет. И это, соответственно, такой вариант отрезает самую короткую такую последовательность. Дальше вариант с процентами отрезает от конца, а не от начала. Ну и с двумя процентами самую длинную последовательность от начала. Такая подстановка. То есть, есть переменная, есть подстановка, есть операция присваивания, есть там, не знаю, А равняется операция склеивания, которое всего лишь означает, что вот эта строка будет записана в переменную А. Ну, в общем, все вполне обычно. Командами языка программирования под названием Shell являются, во-первых, десяток, другой, третий встроенных в сам Shell команд, а во-вторых, все остальные программы доступны в вашем сеансе командной строки работы. Сеансе работы командной строки. То есть, командами Shell являются не только операторы языка программирования Shell, но и все бинарники, которые у вас есть в системе. Вот. Они подчиняются примерно одинаковым правилам работы с ними, поэтому, когда какой-нибудь новичок пишет, а расскажите, пожалуйста, покажите, где можно посмотреть весь список команд командной строки, вот. Принято над этим, ну, не то чтобы издеваться, но подтрунивать, да, потому что, ну, вот, можно сделать вот так вот, да. Это список всех команд командной строки, вот. Их там вообще-то, ну, вот в данном конкретном дистрибутии, в данной конкретной установке в нашей виртуалочке с практиком их от 1100 штук. Но это не все, потому что есть еще слэш бин, слэш с бин и еще слэш юсер с бин. И это тоже не все, но, по крайней мере, большинство из них лежат там, и там уже их полторы тысячи, да. Но понятно, если вы ставите какой-то пакет, в этом пакете есть бинарник, и бинарник тоже можно использовать в командной строке, совершенно легко. Вон, собственно, есть такая команда. Смотрите, вот это ls, да, это, с одной стороны, явно команда командной строки, которая что-то делает. А с другой стороны, это такой бинарник, лежит он вот здесь. Ну, даже не так. Ну, это ls, хорошо. Ну, да. Ну, вот, или там, type, не знаю, echo. А вот echo – это встроенная команда. Впрочем, есть и невстроенная, bin echo называется. И они разные, у них разный синтез. Или там какая-нибудь команда cd – это встроенная команда. Да, а какая-нибудь команда, ну, не знаю, date – это команда, это bin date. То есть, с точки зрения Shell, все это совершенно одинаковые команды, а с точки зрения, ну, одинаковые по своему участию в программировании на Shell. А с точки зрения операционной системы, это могут быть как внутренние команды Shell, так и внешние команды типа bin date. О чем мы не будем вам с вами говорить активно, потому что этого, как правило, это, как правило, не принято в системах сборки использовать, это о том, что в Shell есть еще управление процессами, и вы можете запустить много-много процессов в бэкграунде, а потом их все поубивать или подождать их выполнение и так дальше. За этим я отсылаю вас к учебникам по-настоящему Shell, это нам не понадобится в нашем домашнем, ну, вот в той части, про которую мы говорим, в скриптовании нашем. Но идея состоит в том, что вы можете запустить процесс в фоне, тогда он будет выводить на ваш экран, а вот вводить он не сможет ни от куб. Потому что таких процессов в фондах можно много запустить, они друг другу не должны мешать. Ну, вот. А вот перенаправление ввода-вывода у нас, конечно, понадобится. Оно даже, кажется, уже надобилось для предыдущего домашнего задания. Ну, мы знаем, что можно перенаправить… Ну, не знаю. Ну, хорошо. Так-то. Вот. Можно перенаправить вывод в файл и получить его содержимое. Можно перенаправить вывод ошибок в файл. Написать вот так вот. И теперь у нас файл этот пустой. Ну, пустой он. Вот он, нулевого размера. Вот. А вот если мы напишем вот так вот. А, это shell сделал, да? Тогда это не так будет. Тогда нужно, чтобы кто-то ошибку сгенерировал. Ну, не знаю. Ну, а, точно. Давайте попробуем. Действительно. Да, да. Вот. Вот, вот, вот. Спасибо. Значит, вот ситуация, когда мы стандартный поток ввода-вывода не перенаправляли, а перенаправили только стандартный поток вывода ошибок, который, как мы помним из курса ПАСИ, имеет дескриптор 2. Номер 2. Вот. Ну, так, до кучи. У нас есть операция дописи в файл. Вот, 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 вот что-то такого. Вот. У нас есть всякие хитрые штуки, типа хири-стринга и всего вот этого. Сейчас давайте посмотрим, как это выглядит. Это хири-документ. Довольно забавная вещь. Вот смотрите, мы можем написать кат. Кат же у нас перенаправляется стандартного ввода на стандартный вывод. Можно написать так. Больше, больше, гр. Только надо во что? В файл О. Вот это конец. Поскольку мы здесь обозначили это вот так, это будет конец нашего ввода, и внезапно у нас в файле О окажется то, что мы ввели. И это работает не только в командной строке, это тоже отлично работает в скриптах. То есть, таким образом можно создавать файл текстовый прямо из скрипта. Сказать кат файл меньше-меньше, ограничитель конца ввода и дальше вот такая штука. Что, кстати, намекает как бы нам, что шелл язык, синтаксис языка программирования шелл не является контекстной свободой. Потому что вот эта скобочка может быть любая. Перенаправление. Ну, разумеется, разумеется, великий и могучий наш конвейер. Ну, вы поняли, да? Значит, вывод одной программы передается на вот другой. Может передаваться вывод этой другой на вот третий и так далее. И чуть реже, но на самом деле повсеместно используемая функция – это превращение вывода программы в текстовую строку, которую можно, например, передать в качестве параметра. Вот у нас есть, допустим, date. Мы можем, кстати, echo, открыть скобочку, здесь написать что-нибудь вот так вот. Дальше. Date. Или даже вот так. А равно вся вот эта фигня. Вот это вот доллар, дорл, круглые скобки, команда приведет к запуску команды, вставке в это место, подстановке в это место результатов, текстовых результатов выдачи команды. И вот такая вот фигня. Вот он, этот date. Вот. Если вам лень писать вот этой, можно воспользоваться старым вариантом вот таким. Он тоже работает. Точно так же он работает. Просто вы понимаете, у закрывающих и открывающих скобок легко вычислить парность, а у этих самых грависов, обратных апострофов, с парностью все очень плохо. А в остальном все вот так примерно это работает. Подстановка вывода. Еще одной фичей Shell, как языка программирования, рассчитанного на вызов программ в качестве команд, является его отношение к условным операторам, операторам цикла. Значит, в Shell условием является не там какое-то там выражение логическое, а exit status, то есть код завершения последней выполненной команды. Если последняя выполненная команда завершилась успешно, то есть у нее exit status 0, это считается как бы истиной. А если неуспешно, у нее exit status, допустим, не 0, то это как бы ложь. Что, в общем, если об этом задуматься, несколько приводит нас в изумление, потому что 0, значит, это истина, а не 0, это ложь. Но если вдуматься в смысл, была какая-то ошибка, это ложь, и код ошибки нам вернут. Не было никакой ошибки, это истина, и код ошибки. То тогда становится все понятно. Выглядит это примерно так. If все тот же ls m.a, then, ну, допустим, echo yes, else, echo, no, phi. phi – это операторная скобочка, которая закрывает if. If, else, phi. Ну, так вышло. Так вышло, что phi. Обратите внимание, что команда ls сработала, вывела на стандартный вывод ошибок свою диагностику, вывела exit status не 0, можно его, кстати, проверить, какой он. Exit status 2. Можно почитать, что это означает там, нет файла, но search файла в директоре. Вот. И вот так это все сработало. При этом, если, например, если, например, мы покажем, в эту конструкцию вставим существующий файл, то опять-таки команда ls сработает. Вот она. Давайте мы для определенности напишем минус l, чтобы было видно, что она сработала. О, команда ls сработала. Exit status был 0, верьте мне. И поскольку exit status был 0, это как бы истинно, сработала then, а не clause ls. Вот. Так устроены условные операторы в шейлере. Как видите, это удобная штука для того, чтобы прям проверять, вот у тебя закончилась команда с успехом или не закончилась. Вот. Значит, условные операторы тоже самое относятся к операторам цикла. Можно написать while, скажем, read, read, a, b, c, do, ну, скажем, print, не print, echo, 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 доллар a, доллар b, доллар c, давайте, c, доллар b, доллар a, еще вот так сделаем, чтобы было интереснее, done. Видимо, когда люди, значит, сделали if-fi, они сначала подумали, что цикл while тоже должен заканчиваться каким-то, потом попытались написать это слово, потом попытались его произнести вслух и решили, что нет, пускай будет done. Вот. Ну вот. Значит, смотрите, как это выглядит. Обратите внимание на то, что входные, вот, кстати, оператор ввода, да, оператор ввода вводит строку, разбивает ее на, слова, и эти слова раскидывают первое слово в первую переменную, второе во вторую, а остальные в третью. Причем разбиение на слова происходит по последовательности разделителя. Вот смотрите, я их тут понавставляю, эти разделители. Вот. А здесь вот, кстати, тоже вставлю. Вот. Давайте смотреть. Значит, А, вот оно, Б, вот оно, С, все остальное, причем в это все остальное влезла также вот эта вот табуляция, которая туда. Ну, в общем, Давайте ради интереса перенаправим календарь. Жух. А вот. Кстати, о чем будет, если я введу вот так вот. А, пустые строчки вводятся. Очень хорошо. Почему, почему цикл файл вообще закончился? Потому что операция read. Ну, давайте сейчас дыдыдыдыды. А, давайте просто так сделаем. Read. А, эхо, результат, доллар, вопросительный знак, это результат выполнения последней операции. Ноль. Операция read, что бы мы ни ввели, всегда заканчивается с exit статусом ноль, если только вместо ввода мы не показали ему конец файла. О, вот я сейчас нажал control D, вот в этот момент нажал control D. Пожалуйста, read возвращает exit статус 1. И это значит, что вайл в этом месте закончится, потому что вот этот read вернет exit статус 1, но это false и вперед. И это значит, что касаемо условных операторов и циклов. Довольно забавно в этом смысле выглядят операции сравнения вот этого всего. Вы можете написать if, ну скажем, A равняется 10. If, скобочка квадратная, доллар A, ну скажем, равно, ну скажем, в 10, скобочка закрывается, then, эхо, ку-ку, else, эхо, ку-ку-ку, фи. Это эхо было. Что я сделал неправильно? А, а, Да? Значит, если при этом A равняется, допустим, сделать не 10, 11, или там, вот, то, естественно, эта операция сработает по-другому. Так вот, обратите внимание, что на самом деле от принципа вот здесь стоит команда, как это было вот тут, мы на самом деле не отвлекаемся, потому что, знаете что? Ну, помимо того, что это команда Shell, есть такая программа, она называется USRBIN квадратная скобочка. И эта программа возвращает, выгадайтесь, что? Она умеет интерпретировать операции сравнения и некоторые другие. У нее последним параметром обязательно должна быть закрывающая квадратная скобочка просто для красоты. Вот. Мне кажется, что вот так не будет, вот так будет работать. Один равно один. Пожалуйста, а вот так не будет работать. Вот. Но эта программа под названием квадратная скобка, которая раз, два, три, четыре параметра просто переносит. Ну вот. И возвращать, как вы думаете, что exit status 0, если выражение истины, а если и не 0, если оно ложное. И более того, и более того, вот этот usr bin скобочка в действительности... Конечно, конечно, дорогой Shell. Ой. А что это? А они разные? Ой, как интересно. Когда-то это был сим-линк на тест. Ой, как интересно. Фи-ви. Очень странно. Когда-то, во времена моей молодости, usr bin, квадратная скобка и usr bin test были одной и той же программы, просто сим-линком друг на друга. Она просто понимала, что ее вызвали как под названием скобка или под названием тест. Я не знаю, почему они у нас разъехались. Но это не так интересно. Короче, есть еще тест, который делает все то же самое. Вот давайте вот здесь вот if да, тест. Только ему не нужна квадратная скобка закрывающая. Ну, пожалуйста. Вот. Здесь уже более понятно, что это результат выполнения команды тест. Да? А здесь больше похоже на условный оператор. Ну, согласитесь, похоже на условный оператор. Вот. Относительно точек с запятой они не нужны, если вместо них использовать переводы строки, а если не использовать, то они нужны. Ну, что еще? Ну, есть коператор кейс, да, доллар а ин ну, скажем, 10 эхо почему-то красный непонятно. Т один звездочка эхо мо просто звездочка токэхо как вы думаете, как выглядит закрывающая оператор на скобочке оператор кейс езак 20. А равняется 1,2,3 какие еще мелочевки генерация имен файлов, обработка сигналов и кажется вот такое курс, какой-то семестровый курс программирования на Шелле мы умудрились там в час уложить. Но мы еще не уложили. Значит, что еще интересного есть в Шелле такого, что может иметь отношение к работе с файлами и текстами? Ну, конечно же, конечно же, вам иногда нужна арифметика. Понятное дело, что если вам нужно что-то вычислять, не пишите это на Шелле. Никогда. Пишите на вашем линейский программе. Вот. Но, тем не менее, значит, базовая арифметика в Шелле есть, выглядела примерно так. У нас еще там эхо доллар а, да, и вы можете даже написать а плюс 10. Вот, пожалуйста, квадратные скобки, как они есть, умножить на 2 плюс 10. Делить на 33. Опс. А вот со старшеством операции похоже, тут какая-то фигня. Мы а умножили. А, нет, никакой фигни. Все нормально. Это у меня фигня. Вот. Совсем другое дело. Ну вот. Короче говоря, какая-то базовая арифметика в Шелле есть. Обратите внимание на то, что вам не нужно писать вот здесь доллар а. Подстановка переменной происходит автоматически. Видите? Вот. И так кажется в этом самом... Да, так выглядит подсказка в моем Зет-Шеле, извините. Она так выглядит. Это генерация для удобного свертывания текущего пути до нормального размера. Ну, в общем, это Зет-Шел. Вот. Обратимся вот к примеру, в который мы споткнулись с самого-самого начала. Вот. Смотрите, какая интересная история. ЛС М.А 2 больше О КАТ О Тут все нормально. ЛС звездочка точка А Внезапно О у нас пустой. Ну, вернее, он старый. Все еще интереснее. Внезапно вот это перенаправление вообще не сработало, а команда свалилась раньше вообще, чем запустился ЛС. ЛС по всей единственной не запустился совсем. Почему так? Потому что в текущем Шеле, с которым я сейчас работаю, по умолчанию настроено, что он, Шел, сначала пытается подставить шаблон, если не получается, возбуждает ошибку. Это делается какой-то настройкой Зет-Шела, которая называется тут нету, все хорошо. значит, не глоб. Ну, Мэтч он называется. Нет, это другое. А, да. Да, вот это. Вот. Значит, у некоторых Шелов, кажется, у Баши это там. У некоторых Шелов это поведение немножко модифицировано, оно выглядит так, что если внезапно вот этот набор, вот этот шаблон не раскрылся в набор файлов, то он просто не изменяется и как имя передается. Мне оно кажется неудобным, потому что от того, есть ли у нас такие файлы или нет, зависит поведение Шелова. То оно раскроет шаблон, то не раскроет. Вот. Поэтому я обычно все-таки Ну, Мэтч включаю. Но главное, что, когда мы говорим, допустим, ls звездочка точка звездочка, ну или ls bin звездочка к звездочке, вот так вот говорим, то на самом деле на самом деле утилита ls видит не вот это. Утилита ls видит вот это. То есть генерация имен файлов подстановкой вместо шаблона набора файлов в нужном месте делает Шелл в момент, когда он встречает вот этот шаблон. утилита ls незачем обрабатывать шаблоны. Она видит вот это. Ну, вот например, эхо. Очевидно, что утилита эхо не обязана делать раскрытие каких-то звездочек, какие-то штуки. Вот. Если мы ей передадим эти звездочки, она их будет как звездочек. Это делает Шелл. Все, мне кажется, надо... А, еще обработка сигналов. Значит, обработка сигналов, там интересна такая тема, мы ее чуть позже посмотрим. Теперь, значит, что может встретиться еще при работе с штаково-шельного в процедурах сборки. Разумеется, утилита работы с файлами. Ну, все вот эти cpm, mv, mvs, вот то, что у нас было на втором курсе в осях, все это тоже здесь. Вот. Утилита find, которая такая старая, что у нее формат опций еще на минус не начинает. Вот. Там, то есть у нее есть и эти, и минусы тоже, и не минусы. Find, ну, допустим, минус type, просто find.rpm нам покажет все файловые объекты в опыт каталоги.pm. Минус минус type. А, нет, у нее как раз опции начинаются на минус, но они начинаются не на два минуса, на один. Вот. А это только файлы. Минус name. А это только файлы, у которых в этом самом, в имени встречается буква u. Да? А еще можно сказать минус ls, по-моему. И тогда он выдаст от них вот. Или минус perm. Perm. я сказал perm. 766. Нет? Что я сделал не так? А, может, 066. Тоже нет. 755, конечно. Вот. Вот это. 755. Да? Ну, мы помним, да, как расшифровывается 755. rvx восьмеричное число 7. r что-то. r0x восьмеричное число 5. Восьмеричное число 5. Ну, и там куча-куча-куча всяких фишек у этого rpm, а там можно сказать ему еще минус exec минус минус нет, минус exec не знаю. Нам это нужно? Нам это не нужно. Вот. Причем вот эта фигня означает удалить вот тот файл, который мы использовали в этом месте то, как он и нашли. А вот backslash точка с запятой означает, что там должна быть в конце точка с запятой. Только точка с запятой в shell является разделителем. Поэтому ее нужно вот так сказать. Все. Файл тут удалился. Нету больше у x. Вот. Утилита xarx нужна для массовой обработки. Она тоже довольно прихотливая. нужна для массовой обработки каких-то текстов. Ну, например, ну, все тот же find. Отличный find. xarx эха ку-ку. xarx, я сказал. Вот он. Что она сделала? Ла-еха, ку-ку, а дальше все, что она прочла с стандартного ввода. Но мы можем сказать, например, группировать их по два. ку-ку, первое слово из стандартного ввода, второе слово из стандартного ввода. Ку-ку, первое слово из стандартного ввода. Ну, и по одному, что еще интереснее. Как вы понимаете, из одного потока можно таким образом сформулировать другой текстовый поток, и будет всякое. еще нужно, например, еще нужно знать, что такое временные файлы и как их удалять. Потому что, когда вы делаете генераты, если это не make делает, а вы сами, потом эти генераты надо как-то удалять. Вот. Уфилита mk-темп создает временный файл в довольно произвольном месте. И выводит его результат. Кстати, он, наверное, есть. Да, его теперь надо удалить. Вот. Соответственно, нормальная практика использования утилиты mk-темп выглядит примерно так. Вы заводите переменную, подставляете результат вывеча утилиты mk-темп в качестве, ну, вот сюда. Вот. Потом пишете вот этот tmp-файл, что хотите. Ну, и так далее. Вот. Пользуйтесь этим файлом, а в конце его удаляете. Вот. Минус f означает удалять в любом случае, если это вообще только возможно, и вы имеете на это право. Вот здесь вот кусок кода, который я не буду с вашего позволения, наверное, воспроизводить, потому что это прямо уже целая программа на Shell. Но давайте в него просто поглядим. Значит, в этом куске кода используется вот эта самая обработка сигнала. Используется она следующим образом. Есть утилита trap. Это не утилита. Это, прошу прощения, команда Shell. Которая, да, в Shell есть задание функции. Вот эта функция. Ее можно вызвать. Ну, давайте, у нас есть время, давайте я про функции расскажу. Функция в Shell выглядит так. Функт. Все. Дальше вы пишете тело функции, в котором, в теле функции, вы можете ссылаться на позиционные параметры этой функции просто по номеру. Эха. Ну, скажем, доллар один плюс доллар два. Ну, хорошо, не плюс. Дэйт. Функт. Параметры при вызове функции передаются так же, как программе. Функция в этом смысле ничем не отличается от команд, утилит и так далее. Ну, то есть отличается, но не существует. Вот. Обратите внимание на то, что позиционные параметры функции нумеруются 1, 2 и 3. На самом деле, если вы пишете сценарий на Shell, то позиционные параметры 1, 2 и 3 нумеруют позиционные параметры сценария. То есть в этом смысле... Смотрите. Сейчас. В этом смысле... Ой. Давайте мы еще вот так вот сделаем. Что это такое? А, это русские буквы. Вот. Заодно сделаем и исполняем. В этом смысле функт и скрипт ничем не отличаются. Ведут совершенно одинаково. Только позиционные параметры функции это то, что вы ей передали при вызове, а позиционные параметры сценария это то, что вы ему передали при вызове в самом сценарии с нами. Вот. Человек с ником Чоми замечает, что Shell прям настоящий интерпретатор. Ну, в общем-то, он таковым и задумывался 50 лет назад. 60. Ну, в общем, давно. Значит, обратите также внимание вот на эту фишку. Она тоже, скорее всего, не понадобится вам, если вы не задумаете писать сценарий как сценарий, вот на эту фишку. И эта фишка, это такая штука, вы указываете, каким интерпретатором выполнять вот этот текст. Вы можете, в принципе, написать свой собственный язык программирования, указать путь до бинарника после вот этой штуки шибанг, комментарий, восклицательный знак. И этим бинарником будет выполняться вот эта сценария. Я на автомате так делаю просто потому что привык. Ну, правда, сейчас давайте подумаем, кто у нас умеет выполнять сценарий, не являющийся сед какой-нибудь, да? Смотрите. Где у нас сед лежит? В бине, я надеюсь. В бине он лежит. В bin set минус i, если мне не изменяет память. А может, минус f? Man set. Минус f в скрипт фарм. Минус f. Минус f. И здесь мы пишем программу на седе. Ну, например, первая строчка. Вставить. Вставить, я говорю. Вставить. О чем? Ахрен с ним. Давайте посмотрим, что это за синтекс. Да нет, сед. А, это просто матч, он просто красный. Хорошо. Вставить, ну, что-нибудь типа... А зачем нам скобочка? И... Квер. Сейчас, секундочку. Давайте проверим. date. Нет, лучше cal. Set минус f. Скрипт set. И set. Во, вставил в первую строчку. А давайте мы не в первую строчку вставим, а, скажем, в шестую. Перед шестой. О! А еще мы сделаем search, допустим, 12 на доллар-доллар. Глобальный. Нет, глобальный не получится. Да, неважно. А, давайте 2 на доллар. 3 на доллар. Глобальный. Ну, вот. Да? Ну, и так дальше. А теперь давайте сделаем интересное. Сделаем этот файл исполнеемым и сделаем вот так. Опа! Интерпретатор под названием под названием bin set с ключом минус f выполнил вот этот текстовый файл как исполнеемый. Понятие сценарий в Linux устроено таким образом. Вы можете сюда вставить свою собственную файл. Вот. Про сет я не зря вспомнил вот этот птичий язык, потому что мы про него будем еще его трогать. Но вернемся к обработке исключений. Итак, сигналы, которые вы можете посылать с клавиатурой или которые может ловить ваш процесс. Можно обрабатывать в шейле прямо и говорить при получении сигнала hang up, interrupt, quit, pipe, terminate, а также при выходе из программы выполнять вот этот hang up. Во всех случаях, когда вы получаете либо один из этих сигналов и до кучи выходите из программы, такого сигнала нет, будет выполняться вот этот код. В этом коде написано первое. поскольку нам нужно не вкатиться в бесконечную цифру, представьте себе, что вы что-то сделали с вашей системой такое, с вашим окружением, что она на все генерирует, ну скажем, сигнт. Вообще на все. При попытке обработать сигнт, она генерирует сигнт. Вот чтобы этого не было, вы говорите так, отменяем все обработчики сигналов, оставляем только обработчик сигналов exit. который происходит при выходе. Дальше берем и проверяем, есть ли у нас файл под названием tmpfile, и если он есть, test-r, утилита test умеет проверять не только равенство и неравенство, ну например, readable ли файл. Так вот, если этот файл readable, она его пытается удалить. Все. Таким образом, вы создаете этот файл, tmpfile, mk-temp. Что-то с ним делаешь, смело выходите, или даже смело убиваете вашу программу, зная, что при выходе из вашей программы, даже если вы ее убили, произойдет выполнение вот этого обработчика, и ваш tmpfile удалится. Вот это выглядит примерно так. Давайте мы сейчас это закопипастим и выполним. И двинемся дальше. простой способ написать программу, не редактируя ее. вот в данный момент этот файл существует. Давайте это проверим. Он где-нибудь тут существует и называется он нет, не тут. ВМВ и ДНД. Это очень интересно. А я не понял. А, это я не на той машине. Да много тут всякого мусора не стер. А я не знаю. А, слушайте, его еще нету. Это же, господи, я уже совсем... Что там, сигнал, да? А где wait? Вот wait. А, все, я написал yes, а надо было написать you. Нет? Вот. Вот. Значит, этот файл по умолчанию был создан в каталоге, кажется, сейчас скажу, как он. TempDir? Или TempDir? Сейчас, давайте... TempDir или TempDir? Так, TempDir или TempDir? Где-то написано. Вот, TempDir. Вот. Давайте посмотрим, чему у нас равен TempDir. Он как раз равен вот этому TempDir, и он же... И он же... TempDir. Вот. Давайте посмотрим TempDir. Кстати, нет, не он же TempDir. Ха-ха-ха. Сейчас, секунду. Думаю. Это, кажется, не он. А правильно он будет такой. TempDir. Точка привейд. Жорж. TempDir. Вот. Вот. Вот он этот файл. Все, теперь все на месте. Вот он этот файл, который мы создали. Да, точно. Вот он. Вот он существует. И теперь даже если я прерву эту программу, даже прислав ей сигнал, только не так. Ну... Где-то тут... Как посмотреть, только свои, но... Ладно. А, минус u такое? Да, только надо... Вот он. Вот даже если я его сейчас прибью... Да? Бусь. Ой. Что-то у него отъехало. Что это такое? Что интересно такое сделал? Read. 17. Read. А! Эта команда read так завершилась, когда мы ее прибили. Вот. Главное, что... Главное, что теперь, если мне не изменяет... То есть, если мы вангование верны, этот файл удалился. Мы убили программу, но файл удалился, потому что мы обработали... Обработали сигнал. Вот. И это к вопросу о том, как в шейле обрабатывается сигнал. Вот. Главное замечание должно стать, что событие Enzy поддерживается великой не всяким битшим, который можно увидеть и приносить. Да ладно. То есть, если у нас... Вот. Дэш кажется негативным... Умеет. Умеет, умеет. Визи-боксе с ним какой-нибудь шейл, там три штуки в комплекте, один из них. Не умеет. Да. Шейл – это ведь не умеет. Но бизи-бокский шейл – это все-таки извращение. Когда вы припишите на бизи-бокском шейле, вам нужно много иметь в виду, что он не умеет. Но все шейлы из базовых комплектов умеют это взялось. Вот. Дэш умеет это взялось. Вот конкретно. Так что вроде бы нет. Вроде бы все нормально. Так. Но это еще не все. Это еще не все. Нам осталось мало времени. А зря нам осталось мало времени, потому что на самом деле есть еще очень важный момент. Тут, правда, я напоминаю, что основным скиллом нашего курса является чтение документации. Потому что я не могу вам рассказать все за одну лекцию. Я могу только потыкать пальцами в разные места. Значит, так вот, еще один важный момент это утилиты работы с текстами, которые, собственно, и будут играть очень большую роль в нашем домашнем задании. Прежде чем приступать к рассказам о утилитах работы с текстами, сразу одна проблема, которую нужно озвучить. Эта проблема состоит в том, что в различных локализациях, то есть в стандартных различных языках, по-разному эти самые тексты обрабатывают. Самый простой способ – это сорт. Обратите внимание, что сейчас у нас сорт отсортировал выдачу ЭЛАС по алфавиту, перемешивая большие буквы и маленькие. Видите? Потому что в российской локализации локали у нас русский язык, нет, Россия русский язык, да? Ага, значит, русский язык, Россия, котировка УТ-8. Локали у нас русская, в русской локали считается, что при упорядочивании большие буквы равны маленькие. Давайте поменяем ее. Ну, например, ЗЕН-УС. УТ-8. Да, странный язык. Слух, я не берусь это прочитать. Меняем локаль и тут же запустим сорт. Значит, ЭЛЭС будет работать в нашем обычном окружении, а вот сорту мы перебьем конкретно перемен окружения ЛЦОЛ, а при перебитии окружения ЛЦОЛ все вот эти перебивают 100 автоматами. Не поменялось. А выжиму. Давайте попробуем на С. Да, может быть, в С по-другому, в С по-другому. А вот в С по-другому. Вот. Локаль С – это что такое? Это однобайтовые локали, дефолтные, никакая, я забыл. Ну, короче говоря, короче говоря, локали бывают разные, вот, например, в локали С работает все не так. Вот. Более того, довольно много скриптов на шее написано из соображений, что они запускаются в локали С. Вот. Мы это сегодня еще увидим. Но обратите внимание, что сообразно локали С большие буквы больше, чем маленькие. И вот у нас сначала большие буквы, а потом маленькие. Такие дела. Значит, для того, чтобы такого не происходило, нужно, если вы делаете локал aware чего-то, да, ну, вот тут другие примеры, но мы уже убедились в том, что они будут. Вот. Я не буду рассказывать про все утилиты работы с текстом, потому что их сотни, реально, даже в обычном дистрибутиве, в базовой установке. Есть Core Utils, в котором их несколько десятков, и еще куча других. Вот. Из тех, которые, ну, вот сорт мы с вами уже видели, какой-нибудь Tailhead, это отковыривание начала-конца, наверное, наиболее такой продвинутой, такой странненькой является утилита Joint, которая занимается следующим. Она берет отсортированные списки, состоящие из слов, и объединяет эти списки по общим словам. Результат выдается. Сейчас давайте посмотрим, как это делается. Вот у нас есть, допустим, выдача утилиты PS. Для простоты пускай выдает всего два поля. Слева простотинфикатор, справа тайм. И другая выдача утилиты, которая пускай выдает вместо тайма выдает, ну, скажем, краткое название команды запущенной. Вот у нас есть два файла со временем выполнения O1 и с командой O2. предположительно эти файлы почти одинаковы, за исключением того, что, собственно, сам процесс PS имел разный процесс ID. Ну вот, смотрите. O2. Вот здесь есть 90, здесь 89. Возможно, что-то еще там поменялось, я пока не знаю. Вот. Что мы можем сделать? Мы можем сказать join, причем кажется прямо вот так вот, O1 и O2. Вот. И в этом join по первому полю, по умолчанию первому полю объединяется вот первый файл и второй. Вот. А вот этот PS не входит туда, потому что у них первое поле разное. У одного 80, у другого 90. Вот. Можно, по идее, если мы запустим какую-нибудь программу, которая жрет процессорное время, она тоже из этого момента А нет. Рим только в одном файле. Рим только в одном файле. То есть тут только просто с ID. Хорошо. Давайте сделаем так. For while while true do sleep sleep и в один данный. Жмя. Что я сейчас сделал? Написал вечный цикл, который запускает утилиту sleep, который ждет одну секунду. Постал имперсенник, чтобы она, эта штука запускалась в хоне. Вот сейчас я вангую, что различие между O1 и O2 будет в двух местах. Потому что этот sleep каждый раз при запуске будет иметь новый процесс ID через каждую новую секунду. Вот. То есть вот я сейчас еще поговорю, пройдет несколько секунд, этот sleep несколько раз запустится, и теперь давайте, значит, сформируем этот O2. Тайм O1, но O2, неважно. Join. Значит, давайте посмотрим, еще одна утилита, работающая с файлами. В файле O1 122 строки, 244 слова и 2056 символов, а в файле O2 их другое количество, кстати, обратите внимание. Интересно, почему. Вот. Мне даже интересно, а, мы не сможем сказать div, но мы сможем сказать jen. O1, O2. Вот. Grab sleep O1, O2. Ага. А, O2, да, сейчас. Ну, короче, вот. Вот, 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 пожалуйста, значит, файлы отличаются более чем на одну строку, и тем не менее, значит, вот проигнорил. Кстати, сейчас, давайте попробуем, а что, может быть, мы наоборот сделаем? Так, время у нас уже совсем поджимает. Нет. Ну, короче, вот, значит, фишка утилиты join, почему я про нее вспомнил, что она очень эффективная. Там реализован очень эффективный алгоритм в линейной, поэтому она может работать со здоровенными файлами, вместо того, чтобы искать, перематывать, соединять, ну, вот это вот все. Вот. У нас системные скрипты, которые занимаются, поддерживают сборочную систему, которые генерят все, например, список всех файлов во всех пакетах. Они как раз вот этим, ну, всех собраны пакетом. Они как раз вот этим join-ом пользуются. Вот. Что еще? Еще есть всякие преобразования из текстов обратно, из бинарного обратного формата в, допустим, текстов, типа Hexdump, да, мой любимый Hexdump.inos.c, да? И обратно. К сожалению, обратное преобразование, кажется, вообще не входит ни в какой пакет стандартных линуксовых утилит, оно приезжает вместе с редактором Vim, называется Xxd. это в одну сторону, а это в обратную сторону. То есть, он берет вот это и... Кстати, волшебный Hexd еще и раскрасил. Увидев, что у нас стандартный вылок является терминалом, раскрасил его в такие попугайские цвета. Интересно, как сделать так, чтобы оно не раскрашено. Ну, наверное, минус-минус no color решение что-то такое. Не вижу тут слова color. Давайте проверим. О! Минус R не верю. Кстати, обратите внимание вот на такую конструкцию. Она тоже особо не очень нужна. Эта конструкция перенаправляет и стандартный вывод, и стандартный вывод в один и тот же дескриптор. То есть, на самом деле, это вот такая конструкция. Два в первый дескриптор и потом 20. Но поскольку так писать лень, а так писать быстрее. Ну, короче, вот минус R не верю. Вот. Ну, прикольно вообще. Ну, вот. Дальше больше их, как я уже говорил, их сотни. Вместо хекс-дампа можно пользоваться о-дамп, он вообще в курили утил входит. Если вам этого не хватило, и всего того, чтобы там полутора тысяч не хватило, есть такой немножко фановый проект названия More Utils, и он делает уже совсем странные вещи. Вот. Никогда им не пользовался. И последние, буквально несколько минут, несколько минут, потому что все из этих тем очень большие, и на каждой из них можно минимум лекцию прочесть. Вот. Это уже более комбайновые инструменты. Ну, разумеется, Греб, которым я пользуюсь, значит, напропалую. И вот, да, Греб – это, если вы не знаете утилиты для поиска регулярного выражения в строке. И ее название, я всегда рассказываю про название утилиты Греб. Значит, название утилиты Греб происходит вот откуда. Ну, скажем, да, вот у нас есть такой такой файл. Есть редактор ЕД. ЕД – это текстовый редактор построчный. Перешли на первую строчку. Распечатали первую строчку. Вторую, третью строчку. С первой по шестую распечатали. Понимаете, да, вот у нас есть текст, и мы даем команды, вот это вот команды, которыми мы управляем. Г – глобал, поищем, ну, допустим, и распечатаем. Все строчки, в которых включается, тут, конечно же, не И, тут, конечно, регулярное выражение. Г, допустим, ну, что там, И звездочка, точка звездочка П, П, принц. Вот, видите, И, и П, и П. Но осталось только понять, что Г слеж регулярное выражение слеж П, и мы теперь понимаем, почему интеллект грек называется Г. Так, сюда еще выйти. Вот. Да, ну, в общем, в общем, по всем указанным, по всем указанным инструментам надо прям читать учебник. Для Седа есть прекрасный, старый, старый, старый учебник. По очень старому Седу, но зато он именно учебник. Сейчас, я тебе найду. Кажется, он есть. А может быть, по Седу и нет. Вот ПВК точно и есть. По Седу кажется и нет. А жалко. Вот, соврал. Ну, в общем, есть Сед, это вообще потоковый текстовый редактор, который вся программа укладывается вот в такие птичьи команды. Вот, я им ужасно люблю пользоваться. Если вам не хочется пользоваться таким, можно пользоваться языком программирования, каким-то языком программирования. Наверняка у вас в системе стоит АВК. Это такой контекстно обусловленный язык программирования, когда вы сначала указываете, давайте найдем пример. Наверняка там есть пример какой-нибудь. Что это я делаю? Вот. Как выглядит программа на АВК? Давайте раскрасим. Как выглядит программа на АВК? Вот здесь указан контекст, а здесь в скобочках такой немножко сиподобный синтаксис того, что делать с этим контекстом. Контекст, что с ним делать? Контекст, что с ним делать? Вот. Раньше еще был Перл, на котором такие вещи делались. Перл тоже вообще супермощный язык программирования, тоже контекстно обусловленный. Еще есть М4, по которому теперь я читаю последнюю лекцию в курсе про дигму программирования. Это язык макроподстановок. И черт выкс. Обработка текст. Значит, я уже выжил, кажется, зашел за время этого самого выделенного лекции. Значит, домашнее задание. Попробуйте все вот это. И написать программу, которая делает следующее. Она принимает обязательный параметр время задержки в секунду. читает со стандартного ввода небольшой ASCII-файл по умолчанию в кодировке ASCII, если вы не хотите заморачиваться. А потом выводит его в случайном порядке на экран. Выглядит это примерно вот так. ASCII-кодировка. Все это нужно написать на Шелле, не используя других языков программирования, но используя, разумеется, всевозможные утилиты. Если вы войдете во вкус, а я как программист на Шелле с прошлого тысячелетия во вкус, конечно, вошел, то я сначала написал вот такое с учетом уже русских букв и цвет, и рамочку нарисовал. Потом я это решение потерял, поэтому в эти выходные я увлекся и написал еще вот такое. Но тут, правда, я сильно зачитил. Чит состоит в том, что вот эту рамочку и фон я сам не рисовал. Я нашел утилиту, которая называется диалог. Она предназначена для рисования псевдографики в терминале, простые там какие-то, ну, чем боксы, месседжи, вот это вот все. Если там выдаст пустой инфобокс, он рисует вот такую красивую рамочку с тенями и со всеми пирожками. Дальше я подкрасил задний фон под эту самую рамочку и вот такой вот. Вам этого делать не обязательно, да, вот это вот, то, что от вас ожидается, как минимум. Вот. Есть спойлер. Спойлер. который открывается, как обычно, для спойлеров, если нажать вот здесь на комментариях. Я его вам сейчас не покажу. Значит, все, кто сдаются, смотрят на этот спойлер, там написано. Вот. Сразу скажу, что там спойлер описывает не вот эту программу, а вот эту программу, поэтому, возможно, вам будет больше сказано, чем вы хотите. Вот. Но идея стоит в том, что вы сначала с помощью вот чего-то вот этого преобразуете ваш входной файл в последовательность нормальных этих самых чисел, потом с помощью обычного цикла вайл, который мы с вами тут видели, просто их читаете, проверяете с помощью кейса, не являются ли эти числа там вот не так. Я так сделал. Проверяете с помощью кейса, не является ли переводом строки, если перевод строки у вас координаты меняются, вот вы читаете по одному, увеличиваете x, потом нашли перевод строки, x сбрасываете в нолик, увеличиваете y. Вот. Превращаете один байт с символом в три байта координаты один, координат два символ, перемешиваете с помощью утилиты шаф, которая этим занимается is, которая, собственно, тем и занимается, что перемешивает строки входного файла. У вас получается в рандомном порядке по очереди байты с координатами, а потом пишите еще один цикл файл, который считает одну координату, считает другую и выводит с помощью tput, который мы в прошлом раз делали по произвольному координату tput куб, ну скажем 30, 10 ку-ку-ку не знаю там, я не знаю, как конец экрана, просто куб сделаем. Сейчас, сначала у нас 20-40 наоборот, сначала 10, потом 30, все время, x и y все время пункт. Че? Что я сделал не так? Ну, короче, вот такая, вот. Че я сделал неправильно? Почему оно так к себе странно везет? А, вот он. Да? А, все, я тупой. Вот эту строчку он просто игнорирует. Вот, курсор позиции. Ну вот, вот. И с помощью этого tput вы выйдете в ту самую координату, которую вы ему приписали. Тем самым каждый символ попадает на свое место. Вот. Это я так решал. Да, я еще выфильтровал пробел, потому что пробел его в этики. Вот. Короче говоря, все, время у нас вышло. Если есть вопросы, задавайте их, пожалуйста. Значит, это единственный пример такого адового программирования на шеле в нашем курсе, поэтому пострадайте. Вот. Если нет вопросов, то всем спасибо. В следующий раз мы возвращаемся к разработке. И у нас... Я, кстати, не знаю, что у нас в следующий раз. Давайте посмотрим. Это быстро. У нас там есть вариантов... О! У нас отладка. В следующий раз мы занимаемся отладчиком. Вот. И это большая жирная тема. Все. На этом все. До следующих встреч. Спасибо.